Привет, меня зовут Даша, это моё видеоотчёты, прочитанное за октябрь. И первое, что я хочу назвать, это Таиса Филинская, из-под пера, историка Ивана Ефремова. Прежде чем высказать своё мнение об этой книге, которую мне, кстати, порекомендовала одна из моих подписчиков, спасибо ей большое. Я хочу немножечко сказать о себе. Дело в том, что я очень, скажем так, критично отношусь к фараонам Египта, которые не были египтянами, скажем так. То есть здесь меня можно сравнить с ревнивой матерью, которая ревнует своего сына к невесткам. Это мнение не всегда обосновано и имеет под собой какую-то твёрдую почту, но тем не менее, оно есть, я с собой ничего поделать не могу. Также я хочу заметить, что Таису Филинскую я стала читать сразу после прочтения Калатова Фарона из-под пера Гранта, о котором я отзывалась в своём видео. Книги сентября, по-моему, это были. И в той книге, в отличие от Ефремова, Грант очень, автор очень хорошо отзывался, ну, как, автор терпимо отзывался об эллинской культуре. Так что тебе учти это, когда будешь воспринимать моё мнение об данной книге. Я забыла тебе, прошу прощения, её показать. Книга мне понравилась и не понравилась одновременно. То, что автор очень много отзывался в критичной форме по отношению к Египту, приписывал ему какие-то негативные совершенно вещи, которые... Также перо у автора совсем нелёгкое и совсем не интригующее. Я не думаю, что эта книга может понравиться людям, которые не причисляют себя к тем, кому не безразличны истории. Тем же, кто к ней равнодушен. Я думаю, уж тем более книга покажется очень скучной. Вот, но так как я себя причисляю людям, которые любят историю, я всё-таки её добила. Есть интересные моменты, есть, да, но при этом книга действительно мне показалась унылой. Господи, по всей стране идёт ремонт. Теперь и моих видео тоже. Я очень прошу прощения. Сосед сверху. Вот, читая книгу, у меня создалось впечатление, что автор либо не знал о фразе, которую сказал Саграт, или это был не Саграт, но, в общем, либо не стал прислушиваться к этой фразе, и фразу звучит примерно так. Чем больше скажет это же, тем меньше люди запомнят. Как можно догадаться по названию книги, все события верятся вокруг некой таис. Эта таис является гетерой. Кто не знает, это что-то вроде японской гейши. Вот, и, в общем, но при этом она приближена очень к Александру Македонскому, которую я уважаю. И, поэтому, если кому нравится Александр Македонский, то я вам, может быть, даже рекомендовала бы прочесть это произведение. Вначале я сказала, что я отношусь к фараонам, не имеющих египетских корней происхождения, крайней религии. Не, вот так вот, к Александру Македонскому я отношусь, если вспомнить мою аналогию с матерью, как к наиболее приемлемой невестке для своего сына. Но все равно. Что же касается главной героини, таис, какая-то она слишком идеальная и добрая, и красивее ее не выдумают женщины, и она при этом и целомудренная, при том, что она гетеро. Я говорю с целомудрием, я считаю, не, прошу прощения, не нетронутость, а именно когда женщина телом любит тех, кого любит душой, а не просто, что... Я надеюсь, ты меня поняла. Справедливая она, и добрая до нельзя, и спасает всех людей, и совершенно идеальная, и не придраться. Она просто какая-то богиня, спустившаяся на землю. Мне кажется, у богинь больше недостатков, чем у героини Ефремова. Так, теперь, когда я расхайла эту книгу, можно поговорить о ее плюсах. Мне очень понравилось, что автор негативно... Ну, как бы в негативном свете выставил философа Аристотеля. Я сама негативного мнения, поэтому я порадовалась такому поворотному сюжету. Далее, мне понравилось то, что автор ни разу даже не намекнул ни об одной связи Македональского с каким-либо мужчиной. Он, наоборот, его выставил женолюбом. Хотя я несколько воздержанным в этом плане человеком. Мне до такой степени осочертелы... Какое произведение ни возьми, будь это фильм, или книга, или что-то еще, обязательно допомянется этот момент, что Македонский мужчин любил. Мне очень понравилось, что я нашла хоть какое-то произведение, где об этом и намека нет. Мне очень понравилось, что в этой книге появилась философия Индии, и она даже в какой-то мере... Да не в какой-то мере, она доносилась, доносится до читателей. Но в книге очень много мудрых мыслей. Но не меньше и наоборот. Но я не буду глупости тебе зачитывать, но я выписала... Спасибо тебе, сосед. Но я выписала несколько умностей. Зачитаю. Окончание Ида, Ид, аналогичному нашему отчеству, означает принадлежность к роду. Например, Одиссей Лаэртид, сын Лаэрта, Тисей Арехтеид, из рода Арехтея, Елена Тиндариада, Дочь Тиндара. Мне кажется, очень интересно. Или вот момент. Греческое приветствие Хайры, что в переводе означает радуйся, соответствует нашему здравству. На прощание говорили или Хайры, или при ожидаемой длительной разлуке, Гелиайны, будь здоров. В нашем противоречии, ну, бывает здоров. Старинные серебряные монеты Афин, выпущенные еще Тисеоем, с изображением быка, когда-то равнялись стоимости быка, и поэтому так и назывались быками. Выкуп за невесту в древних семантических Афинах носился всегда быками, почему девушка в семье и называлась быков приносящая. А я всегда по дурости думала, что это из-за того, что она могла родить сыновей, богатырей, поэтому быки приносящие. На самом деле вот это. На это мы с Ефимовым закончим сразу.